Второе послание Коринфянам, глава первая. Утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим. И надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли, утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении. Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в невидении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых. Но сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых, который и избавил нас от столь близкой смерти, и избавляет, и на которого надеемся, что и еще избавит. При содействии вашей молитвы за нас, дабы задарованное нам по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас. Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божьей жили в мире, особенно же у вас. И мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете или разумеете, и что, как надеюсь, до конца уразумеете, так как вы отчасти и уразумели уже, что мы будем вашей похвалой, равной и вы нашу, в день Господа нашего Иисуса Христа. И в этой уверенности я намеревался прийти к вам ранее, чтобы вы вторично получили благодать, и через вас пройти в Македонию, из Македонии же опять прийти к вам, а вы проводили бы меня в Иудею. Имея такое намерение, легкомысленно ли я поступил? Или что я предпринимаю по плоти, предпринимаю, так что у меня то да, да, то нет, нет? Верен Бог, что слова наше к вам не было, то да, то нет. Ибо Сын Божий Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною и Силуаном, и Тимофеем, не был да и нет, но в нем было да. Ибо все обетования Божьи, в нем да и в нем аминь, в славу Божию через нас. Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши. Бога призываю вас, свидетели, на душу мою, что, щадя вас, я доселе не приходил в Коринф. Не потому, будто мы берем власть над верой вашей, но мы споспешествуем радости вашей, ибо верою вы тверды. Второе послание Коринфянам, глава 2. Итак, я рассудил сам себе не приходить к вам опять с огорчением, ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною? Это самое и писал я вам, дабы придя не иметь огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться, ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость и для всех вас. От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам. Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью, чтобы не сказать много и всех вас. Для такого довольность его наказания от многих, так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью. И потому прошу вас оказать ему любовь, ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы послушны. А кого вы в чем прощаете, того и я, ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы. Придя в Троаду, для благовествования о Христе, хотя мне и отверстта была дверь Господом, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита. Но, простившись с ними, я пошел в Македонию. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы Христово благоухание, Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь, и кто способен к сему. Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога, пред Богом, во Христе. Второе послание Коринфянам, глава третья. Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы – письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого. Не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа. Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша – от Бога. Он дал нам способность быть служителями нового завета. Не буквы, но Духа. Потому что буквы убивают, а Дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славу и служение оправдания. То прославленное даже не оказывается славным сей стороны по причине преимущественной славы последующего. Ибо если приходящая славно, тем более славно пребывающая. Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего. Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Псалом 72, Псалом Асафа «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем! А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствия нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их и крепкие силы их. На работе человеческой нет их и с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце, над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои и язык их расхаживает по земле, потому туда же обращается народ его и пьют воду полную чашую. И говорят, как узнает Бог, и есть ли ведение у Вышнего. И вот эти нечестивые благоденствуют в веки сём, умножают богатство. И я сказал, так не напрасно ли я очищал сердце моё и омывал в невинности руки мои и подвергал себя ранам всякий день и обличением всякое утро. Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы пред родом сынов твоих. И думал я, как бы уразуметь это. Но это трудно было в глазах моих. Да коли не вошёл я в Освятилище Божие и не уразумел конца их. Так на скользких путях поставил Ты их и низвергаешь их в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Как сновидения по пробуждению, так Ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Когда кипело сердце моё и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел, как скот был я пред Тобою. Но я всегда с Тобою. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом Твоим и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? И с Тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце моё. Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек. Ибо вот удаляющие себя от Тебя гибнут. Ты истребляешь всякого отступающего от Тебя. А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование моё, чтобы возвещать все дела Твои во вратах чере Сионовой. Книга Исход, глава 22. Если кто украдёт вола или овцу и заколит или продаст, то пять волов заплатят за вола и четыре овцы за овцу. Если кто застанет вора подкапывающего и ударит его так, что он умрёт, то кровь не вменится ему. Но если взошло над ним солнце, то вменится ему кровь. Укравший должен заплатить, а если нечем, то пусть продадут его для уплаты за украденное им. Если он пойман будет и украденное найдётся у него в руках живым, вол ли то, или осёл, или овца, пусть заплатит за них вдвое. Если кто потравит поле или виноградник, пустив скот свой травить чужое поле, смотря по плодам его, пусть заплатит со своего поля, а если потравит всё поле, пусть вознаградит лучшим из поля своего и лучшим из виноградника своего. Если появится огонь и охватит терн и выжат копны или жатву или поле, то должен заплатить, кто произвёл сей пожар. Если кто отдаст ближнему на сохранение серебро или вещи и они украдены будут из дома его, то если найдётся вор, пусть он заплатит двое. А если не найдётся вор, пусть хозяин дома придёт пред судей и поклянётся, что не простёр руки своей на собственность ближнего своего. А всякой вещи спорной, о вали, об осле, об овце, об одежде, о всякой вещи потерянной, о которой кто-нибудь скажет, что она его, дело обоих должно быть доведено до судей. Кого обвинят судьи, тот заплатит ближнему своему вдвое. Если кто отдаст ближнему своему осла или вола или овцу или какой другой скот на сбережение, а он умрёт или будет повреждён или уведён, так что никто сего не увидит, клятва пред Господом да будет между обоими в том, что взявший не простёр руки своей на собственность ближнего своего и хозяин должен принять, а тот не будет платить. А если украден будет у него, то должен заплатить хозяину его. Если же будет зверем растерзан, то пусть в доказательство представит растерзанное, за растерзанное он не платит. Если кто займёт у ближнего своего скот и он будет повреждён или умрёт, а хозяин его не было при нём, то должен заплатить. Если же хозяин его был при нём, то не должен платить. Если он взят был в наймы за деньги, то пусть и пойдет за ту цену. Если обольстит кто девицу, не обрученную, и переспит с нею, пусть даст ей вена и возьмет ее себе в жену. А если отец не согласится и не захочет выдать ее за него, пусть заплатит отцу столько серебра, сколько полагается на вена девица. Ворожей не оставляй в живых. Всякий скотоложник да будет предан смерти. Приносящий жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреблен. Пришельца не притесняй и не угнетай его, ибо вы сами были пришельцами в земле египетской. Ни вдовы, ни сироты не притесняйте. Если же ты притеснишь их, то когда они его запьют ко мне, я услышу вопли их. И воспламенится гнев мой, и убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами и дети ваши сиротами. Если дашь деньги взаймы бедному из народа моего, то не притесняй его и не налагай на него роста. Если возьмешь в залог одежду ближнего твоего до захождения солнца, возврати ее. Ибо она есть единственный покров у него. Она одеяние тела его. В чем будет он спать? И так, когда он возобьет ко мне, я услышу, ибо я милосерд. Суди, не злословь. И начальника в народе твое мне поноси. Немедли приносить мне начатки от гумна твоего и отточила твоего, отдавай мне первенца из сынов твоих. То же делай с валом твоим, и с овцою твоей, и с ослом твоим. Семь дней пусть они будут при матери своей, а в восьмой день отдавай их мне. И будете у меня людьми святыми, и мясо, растерзанного зверем в поле, не ешьте. Псам бросайте его.